Спасибо, очень приятно, что меня позвали сюда прочитать лекцию для людей не с профессиональной ориентацией на биохимию, молекулярную биологию или биологию в целом, а просто людей, которые интересуются медициной, наукой, биологией. И в связи с этим, наверное, самый сложный момент, который я постараюсь сегодня как-то преодолеть, это то, чтобы лекция была одинаково, с одной стороны, понятна даже детям, которые здесь присутствуют, а с другой стороны, чтобы она была не слишком упрощенной, чтобы люди, которые более-менее разбираются в медицине, биохимии, молекулярной биологии, тоже могли что-то для себя интересное подчеркнуть и задать, может быть, интересные вопросы касательно той темы, которую я сегодня буду освещать. Ну, повторюсь, я преподаю в меди, и основная масса студентов — это медики. В свое время я работал на факультете фундаментальной медицины в МГУ, и там мы занимались научной деятельностью, и поэтому сегодня, наверное, на стыке преподавания и научной деятельности я попробую как-то адаптированно для вас рассказать, что же есть такое персонализированная медицина и как генетическая диагностика в этом плане помогает. Ну, давайте начнем. Часть лекции я буду рисовать на доске, чтобы вы, что называется, следили за ходом мысли, и вам было легко понять, какие взаимосвязи я пытаюсь построить. Ну, и, естественно, жду ваших интересных вопросов в конце лекции, постараюсь на них на все ответить. Итак, генетическая диагностика персонализированной медицины. После того, как в 2001 году был запущен проект «Геном человека» и стала известна последовательность нуклеотидов генов, порядка 25 тысяч генов, которые кодируют белки, медицина вышла на новый уровень. Как сказано на следующем слайде, что сейчас уже нужно лечить не саму болезнь, которая есть у пациента, а нужно лечить именно больного в том плане, что на каждую инфекцию, на каждое заболевание накладывает свой фон индивидуальный генетический и белковый профиль человека. Сейчас уже отдельно проводятся исследования, я скажу об этом, что микробиом, а именно бактериальная флора человека, тоже, оказывается, влияет на его здоровье и на течение заболевания. Поэтому основной тезис, что есть персонализирование медицины, это подход, к которому стремились очень давно, но смогли его реализовать только после открытия генома, это лечить именно больного. Поэтому в рамках рассказа я попытаюсь рассказать, какие генетические факторы пациента и, например, при каких заболеваниях могут влиять на более эффективную терапию или на более экономичное лечение патологии. Итак, в персонифицированной медицине есть разные заболевания, которые мы пытаемся с вами преодолеть. Ну, самое простое – это моногенные заболевания, где поломка в каком-то определенном одном гене может приводить к развитию патологии. Ну, например, одно из самых часто встречаемых заболеваний – это муковисцидоз, когда секреты жидкости становятся слизистыми, и они могут забивать какие-то протоки, в том числе, например, желчные протоки. Это фенилкетонурия, вы, наверное, слышали про это заболевание, когда происходит наследственная непереносимость аминокислоты фениланин, и это может приводить достаточно к серьезным последствиям токсическим. Это тугоухость и так далее, и так далее. Ну, собственно, многие болезни носят названия различных ученых, которые их открыли. Ну, в частности, вот здесь вот на слайде синдром Жильбера-Миленграхта. Как шутили медики, можно взять две иностранных фамилии вместе, и получится название какой-нибудь болезни. Эта болезнь, например, связана с тем, что у человека нарушается выведение билирубина из печени, но обо всем мы немножечко по порядку с вами разберем. Итак, индивидуальная активность ферментов тоже может падать, и при этом происходит нарушение в метаболизме. Ну, названия конкретных ферментов, наверное, для обывателя ничего не скажут, но, например, все знают, что есть такая лактазная недостаточность, которая вызывает симптом лактозную интолерантность. Что это значит? Ну, дело в том, что у нас, в принципе, природой так заведено, что мы активно питались молоком в детстве, когда оно составляло основную массу нашего пищевого рациона, но с возрастом активность фермента, который расщепляет дисахарид лактоза, падает, и этот фермент называется лактаза, и в общем и целом иногда бывают заболевания, связанные с тем, что его активность падает совсем. То есть любые продукты, содержащие лактозу, могут вызывать серьезные неприятные последствия, поэтому ранняя диагностика дефекта или полное отсутствие активности лактазы может предвосхитить какие-то неприятные последствия употребления молока в пищу. Ну и ожирение – это сейчас очень важный аспект. Люди пытаются бороться с генетическими предрасположенностями, люди пытаются как-то помочь в более эффективной терапии, причем это связано часто с достаточно такими варварскими методами. Но в общем и целом, оказывается, наша жировая ткань, она может вырабатывать специальные вещества, ее эндокринная функция, специальные вещества, которые могут влиять на наше пищевое поведение. Собственно, некие дефекты ферментов, связанные с выделением веществ этих, могут приводить к нарушению в пищевом поведении. Часто, например, есть такое вещество – лептин, которое выделяется жировой тканью, и этот лептин, оказывается, может влиять на особую молекулу нейропептид-Игрик, которая выделяется гипоталамусом, и ингибировать ее действия. Сам нейропептид-Игрик, собственно, он вызывает у нас желание покушать. И жировая ткань, которая говорит «достаточно, хватит уже кушать», должна в должном объеме выделять лептин, который поможет избежать неприятных последствий в виде ожирения. Следующий важный момент – индивидуальная чувствительность к лекарственным препаратам. Вы, наверное, уже сталкивались постоянно с тем, что как только вы попадаете в больницу, вас часто спрашивают, есть ли аллергии на какие-то препараты, медикаменты и прочее, действительно, поскольку мы живем с вами уже в эру, когда людей становится больше, больше и больше, 7 миллиардов, и у всех какие-то личные особенности. Оказывается, что одним и тем же лекарством лечить массу людей уже – это не вариант. Потому что побочные действия, о которых я отдельно расскажу, об исследовании лабораторий, в которой мы этим занимались, они могут, что называется, сделать из лекарства некий токсин или яд. И вроде бы как хотели, как лучше, а бывает, что получается гораздо хуже. Поэтому очень важным аспектом персонализированной медицины является именно определение индивидуальной чувствительности к лекарству. Ну, продолжим. Не останавливаясь слишком долго на конкретном слайде. Ну, пример известный нам Анжелины Джоли, которая узнала, что у нее есть неблагоприятная наследственность в BRCA1 гене, который у нас связан с раком молочной железы. И вот она, вот он, живой пример из персонализированной медицины. Человек, чтобы избежать, зная, что у него есть высокий риск наследственного заболевания, чтобы избежать последствий в виде рака молочной железы, ну, ампутировал, соответственно, молочные железы. Это один из вариантов. Особую роль, важную роль в этих последствиях является недавно, не так давно открытое понятие, как генетический полиморфизм. И это есть некая аднонуклеотидная замена. Ну, давайте я попробую более-менее наглядно объяснить. То есть в нашей двухцепочной молекуле ДНК, как я уже говорил в начале лекции, есть порядка 25 тысяч генов, которые кодируют определенные белки. Соответственно, ДНК состоит из нуклеотидов, это мономеры ДНК. И, естественно, в школе когда-то, кто-то недавно, кто-то давно проходил, что у нас есть нуклеотиды, это элементы, которые состоят из трех компонентов. Это некое азотистое основание, это сахар в случае с ДНК, это дезоксирибоза, и это остаток фосфорной кислоты. Нуклеотиды бывают в ДНК четырех типов, и есть так называемый принцип Чаргофа, что аденин комплементарен темину, гуанин – цитозину. И все это работает в системе, когда ДНК может, с одной стороны, при делении клеток, что называется, реплицироваться, то есть воспроизводить свою копию. И это происходит перед тем, как клетки делятся. С другой стороны, нуклеотиды ДНК могут в результате известного нам процесса транскрипции давать некую промежуточную молекулу, так называемый посредник, который называется матричная РНК. Это основа молекулярной биологии, естественно, наверняка большинство присутствующих об этом знают, но тем не менее напомню. И это матричная РНК, в которой принцип комплементарности практически тот же, только вместо темина в ней появляется пирамидиновый нуклеотид урацил. Она, синтезируясь в ядре, выходит через ядерные поры в цитоплазму, и там идет на так называемую строительную площадку, рибосому, где к ней подходит транспортная РНК, приносит разрядичные аминокислоты и строит белок. Собственно, основная догма биологии гласит для нас, что любой белок, который синтезируется в нашей клетке, должен пройти следующие этапы. Из гена, участка ДНК, посредством процесса транскрипции образуется информационная или матричная РНК, это одно и то же, и после того, как она покидает ядро, из нее на рибосоме строится белок. То есть дефекты в генах, которые изучает в том числе и наука генетика, молекулярная генетика, они присутствуют на уровне дефектах в нуклеотидных последовательностях самой ДНК. То есть для белка очень важное значение, и отдельно функциями белков, в том числе инферментов, занимаются люди, которые занимаются протеомикой, ферментами, наукой называется энзимология. Важно обрести определенную конформацию. То есть идея стоит в том, что белок может осуществлять свою активную функцию, нормальную, только если он упакован, если он свернут в определенном пространственном виде таком. И, соответственно, мутации в нуклеотидах, в генах приводят к тому, что происходит выпадение, вставка или разворот определенных последовательностей нуклеотидов. Это приводит к тому, что в белке его форма изменяется, изменяется аминокислотный состав, и это приводит к тому, что функция белка сильно изменена. В частности, оказывается, у всех людей, и это имеет свою национальную популяционную принадлежность, есть некие однонуклеотидные замены, что называется single nucleotide polymorphism. Что это значит? Это значит, что не сильно влияю на то, что белок становится совершенно нефункциональным, но изменяя аминокислотный состав и изменяя немножечко форму белка, однонуклеотидные замены могут влиять на ответ на ту или иную, скажем так, ситуацию в метаболизме. Ну, дальше я приведу конкретные примеры, с этим станет более-менее понятно, но то, как основная догма биологии иллюстрирует мутации в нуклеотидах, более-менее понятно. Я, если будут какие-то моменты еще касательные основных фундаментальных моментов, я объясню. Итак, далее давайте разберем обзор неких методов генетической диагностики. Ну, это достаточно сухие цифры, но все-таки есть некие элементы поворотные в том, чтобы проследить, как именно молекулярная биология и молекулярная генетика в том числе развивалась. Очень важный момент, что давным-давно, в 1977 году, были разработаны методы секвенирования, и сегодня я немножечко коснусь этого момента, что же это такое. Дальше был разработан метод полимеразной цепной реакции. Не знаю, рассказывали здесь об этом или нет, в случае чего могу рассказать вкратце, что это такое. Дальше разрабатывались секвенирования, что называется, на ранних этапах, и сейчас уже полногеномное секвенирование, NGS, секвенирование нового поколения. Что это за методы, зачем они нужны? Это все какие-то очень громкие названия, которые достаточно являются модными, и на многих конференциях они звучат. Основная идея, что человек, начиная с конца XX века, пытался совершенствовать свою возможность читать геном. И все началось издалека, когда была открыта структура двойной спирали ДНК, но потом, когда, что называется, нам удалось коснуться этих каких-то невидимых глазу молекул, мы начали пытаться их воспроизводить, читать и строить взаимосвязи, как же поломка в геноме может привести к развитию болезни. И все эти методы, которые эволюционировали, естественно, параллельно с развитием физики, химии, молекулярной биологии, все это привело к тому, что уже сейчас, даже, например, в сравнении с проектом геном человека 2001 года, когда прочитать полностью ваш геном стоило порядка 300 тысяч долларов, сейчас, на этот момент, это удешевилось вплоть до 1 тысячи долларов. То есть идея стоит в том, что наука движется, и расшифровывать нуклеотидные последовательности конкретного пациента становится гораздо дешевле. Ну, радужные прогнозы на будущее говорят о том, что, скорее всего, дальше это будет еще более обыденно, и дальше уже никто не будет назначать универсальную таблетку для того, чтобы вот, у тебя болит голова, пожалуйста, выпей обезболивающее. Дальше первым будет производиться скрининг. Скрининг, во-первых, генома. Это то, что записано в молекуле ДНК. Сейчас более эффективным признан изучение протеома. Это то, какие, собственно, белки. Ведь, оказывается, в течение жизни работа тех или иных генов может изменяться. И более подробную и детальную информацию мы получаем именно об изучении не исходной матрицы, а об изучении продукта, который со временем, с пережитием, с тем, как человек пережил какие-то вирусные инфекции, заболевания, или с какими-то другими индивидуальными особенностями, может изменяться. Поэтому полная картина о происходящем будет формироваться на изучении всех этапов скрининга возможных причин наследственных заболеваний. Соответственно, после того, как мы более-менее разобрали с вами возможности в генетической диагностике, мы с вами разберем, что же такое применение генетической диагностики. Ну, многие медицинские центры, особенно прогрессивные, сейчас уже могут похвастаться тем, что у них есть своя молекулярно-биологическая лаборатория. И помимо традиционного анализа биохимического, который у пациента берут, чтобы посмотреть, какие белки присутствуют в крови, помимо базового анализа крови, чтобы посмотреть концентрацию лейкоцитов, эритарицитов и тромбоцитов, конечно же, у человека выделяют ДНК. Чем дальше, тем больше это становится автоматизированным, это становится быстро, точно, и, что называется, создать ДНК-банк пациентов становится гораздо легче. После того, как пациент сдал свою ДНК, мы можем посредством методов, которые представлены здесь на слайде, не буду вдаваться в подробность каждого из них, мы можем амплифицировать или, что называется, вытащить из генома человека определенный ген и посмотреть, насколько нуклеотидная последовательность в этом гене повреждена. И более того, сейчас более эффективны становятся методы секвенирования, когда человек такой приходит и говорит, что профилактика всяких болезней, она важнее для меня, чем конкретную какую-то ситуацию с терапией. И человек может, например, зная в своем генеалогическом древе, что у него есть плохая наследственность, предрасположенность, например, к артериальной гипертонии, к шизофрении и прочему сказать, можете ли вы мне из конкретного списка генов, которые могут отвечать за тяжелое течение этих заболеваний, вероятное развитие, можете ли вы мне сказать, какие аллельные вариации у меня, и как я в будущем, на что я могу рассчитывать, какой у меня прогноз по, соответственно, заболеванию. В этом помогает секвенирование следующего поколения, что называется Next Generation Sequencing, и оно развивается уже с семимильными шагами. Далее, возможно, читать геном человека можно будет очень быстро и очень дешево. Но пока это все еще достаточно финансово затратно и требует некого времени. Как же найти то, что мы хотим детектировать? Для того, чтобы найти мишень, мы можем производить отбор генов, которые потенциально связаны с разбитием заболевания. Здесь уже в дело вступает, что называется, огромный пласт фундаментальной науки, потому что ученые в разных странах пишут статью, ставят эксперименты и изучают, какие именно гены вовлечены в развитие заболеваний. Это пласт, который находится в отрасли фундаментальной науки. Дальше мы отбираем контрольную группу, и здесь огромное значение имеет именно квалификация врача. Насколько врач может по анамнезу человека, по его анализам разбить его в те или иные определенные группы. Сегодня на конкретном примере пациентов, страдающих гепатитом С, я покажу, как это работает. Ну и дальше проводится мультифакторный анализ. Ведь моногенные заболевания, помните, как я говорил в начале лекции, это лишь небольшая часть. Большинство заболеваний являются мультифакторами. То есть ни один ген, ни два и даже ни три гена, в которых есть какая-то поломка, приводят к серьезной патологии. Оказывается, есть целое семейство генов, которые могут быть связаны с работой почек, сердечно-сосудистой системы. Это может привести к тем или иным последствиям, в частности, тоже будет конкретный пример про заболевание, артериальную гипертонию и какие гены связаны с нарушением системы. Здесь показана хромосомная карта. Вы знаете, что у нас 23 пары хромосом. Из них 22 называются аутосомы, неполовые. И на этих картах можно посмотреть, какие есть полиморфизмы, какие есть однонуклеотидные замены. Достаточно пока еще дорого, но все же по известным мишеням можно попробовать сформировать некую генетическую картину каждого конкретного пациента и рекомендовать ему воздержаться от того или иного момента, либо наоборот порекомендовать определенные элементы лечения. Ну, все это достаточно общие слова, без пока еще конкретных примеров. Ну, для генной диагностики мы с вами разберем, какие есть гены-кандидаты. Ну, давайте посмотрим, что нам важно для изучения генов-кандидатов использовать так называемые малозатратные методы, потому что генетическое исследование – это, в принципе, недешево, исходя из того, например, сколько стоят реактивы и приборы, которые осуществляют. При этом мы должны при подборе генов-кандидатов знать некую историю пациента. То есть давайте сравним. Перед нами есть пациент, историю которого мы знаем. У нас есть какая-то генеалогическое древо, какая-то карта. Мы знаем, чем болели его родственники, какие его опасения. И в этом плане, наверное, полное геномное исследование применять не нужно. Это что называется, как стрелять из пушки по воробьям. Но когда есть момент, связанный с тем, что мы не знаем первопричины той патологии, которая развилась, нам, естественно, следует посмотреть все возможные гены-кандидаты, которые могут быть связаны либо с этнической принадлежностью нашего пациента. Но, правда, это очень дорого, использование таких методов. И сейчас, наверное, основная масса ввиду дороговизны – это все-таки изучение генов-кандидатов при конкретной известной патологии. Перспективно. В перспективе, конечно же, будет очень здорово, если каждый конкретный пациент, у которого есть подозрения на развитие определенной болезни, он будет проводить полный геномное исследование. Повторюсь, что сейчас это пока дорого. Но когда у каждого врача в стационар, к которому поступает пациент, будет генетическая карта, геном и протеом его белковый, мы будем знать, какие именно дефекты в конкретных ситуациях, в конкретных генах, какие аллели могут приводить к тому, что у нашего пациента развилась та или иная патология. После того, как секвенирование станет более-менее дешевле, после того, как неинвазивные пренатальные диагностики станут тоже более-менее дешевле, то появятся, что называется, перспективы светлого будущего. Ну, давайте я вам в двух словах опять-таки на доске попробую описать, как работают эти технологии. И пока еще вроде бы кажется, что много каких-то слов опять-таки о непонятных явлениях, но я вас уверяю, что все гениальное, что называется, просто, и эти технологии, они действительно работают, и в основу их работы помещены некие данные о фундаментальных знаниях. Ну, давайте сначала разберемся о том, что такое секвенирование. Самые древние методы секвенирования, они созданы для того, чтобы читать последовательность ДНК. Ну, например, у нас есть некая последовательность ДНК ага-тага какая-то, там, аденин, гуанин, аденин, тимин и так далее. Мы знаем, что в молекуле ДНК действует принцип комплементарности, и напротив А мы ставим Т, напротив Г ставим С. Так выглядит некая последовательность нуклеотидов в двухцепочной молекуле ДНК. Нам нужно каким-то методом узнать, а такая она или нет, и узнать, а если она не такая, то что же в ней повреждено, что может привести к тому, что белок, который с этой ДНК транскрибируется, становится поврежденным, или нужно узнать, какая именно часть последовательности повреждена. Так вот, идея состоит в том, что сначала ученые придумали метод, который называется полимеразная цепная реакция. Полимеразная цепная реакция – это такое… Сейчас для каждого микромолекулярного биолога – это основа его научной деятельности, то, как взять определенный ген и многократно умножить его. Основная идея метода состоит в том, что у нас есть некая последовательность, которую мы знаем, и мы подбираем методом биотехнологии, сидят куча народу за компьютерами, используются современными программами, и подбирают некие молекулы затравки, чтобы этот ген, который мы хотим с вами многократно преумножить, чтобы этот ген амплифицировать, от английского amplify – преумножить. Основная идея состоит в том, что из 25 тысяч генов и из 3,5 миллиардов нуклеотидов нам нужно найти определенный кусочек, возможно, в котором есть поломка. И, естественно, важный момент в этом плане – подобрать очень точные молекулы затравки, которые обозначат именно начало этого гена, который мы хотим с вами исследовать, на параллельные и на антипараллельные молекулы ДНК. Основная идея в том, что мы должны, пользуясь специальными приборами и реактивами, многократно преумножить короткую последовательность ДНК из всей геномной ДНК. То есть идея состоит в том, что, чтобы достать определенный ген, мы должны ограничить его начало и конец на геномной ДНК, добавить специфические ферменты и в пробирочке через полтора часа, скажем, при изменении температурного режима, не буду вдаваться впоследствии, если будет интересно, расскажу на дополнительных вопросах, в пробирочке получить до миллиона копий некого гена. Окей, мы знаем последовательность этого гена, мы знаем продукции какого белка он приводит, и мы знаем, в какую патологию включено то ли иное состояние этого белка. Например, повторюсь, есть заболевание, которое называется фенилкетонурия. Соответственно, идея этого заболевания, в начале лекции я уже о нем говорил, о том, что аминокислота фенилаланин, которая преимущественно уходит в состав животной пищи, она превращается в нашем организме в аминокислоту тирозин. Они не сильно друг от друга отличаются, но важный момент, что мы должны, здесь такая минутка биохимии, внедрить вот эту гидроксильную группу в бензольное кольцо. Если у кого еще не было химии, это вот так вот. И здесь, к сожалению, возможен дефект фермента, который называется фенилаланин гидроксилаза. Но все очень логично. Гидроксилаза – это те ферменты, которые вносят гидроксильные группы ОАЖ. Итак, у наших пациентов наследственный дефект, изменение в нуклеотидной последовательности, как я рассказал ранее, фермента, который работает плохо. И каждый раз, когда в его организм с пищей поступает аминокислота фенилаланин, у него возникают достаточно серьезные токсические эффекты. Оказывается, что фенилаланин, когда не превращается в тирозин, накапливается и начинает связываться со всякими неприятными парнями, радикалами, которые переводят его в достаточно токсическую форму, и это вызывает неприятные последствия. Поэтому на раннем этапе, если мы у нашего пациента определили, в чем именно дефект, повреждена ли фенилаланиногидроксилаза или проблема с нарушением работы других систем. Но если мы определяем посредством полимеразно-цепной реакции, а сейчас уже в этом помогает секвенирование, мы можем узнать место поломки и рекомендовать нашему пациенту воздержаться от приема пищи с продуктами, содержащими фенилаланин. В том или ином случае важно, что мы можем в том числе предсказать для этого человека вероятность наследования этого заболевания у его детей. Это важный еще один аспект. Мы решаем не только проблемы непосредственного пациента, у которого дефектная фенилаланиногидроксилаза и все плохо, и нормально не метаболизируется фенилаланин. Нам важно сделать прогностическую какую-то программу для того, чтобы, например, вы помните из генетики, что многие заболевания находятся, их мутантные аллели находятся в гетерозиготной форме. Что это значит? Многие болезни наследуются, когда у пациента возникает рецессивная гомозиготная форма определенного гена. Ну, в частности, фенилкетонурия это тоже касается. И мы должны предсказать, во-первых, какой генотип по этому гену у нашего пациента. То есть генодиагностика, включая секвенирование, ПЦР-анализ, рассказывает и говорит, что так, фенилаланиногидроксилаза, по-английски PAH, это аббревиатура этого гена, у конкретного человека находится в гетерозиготной форме. И если данный мужчина, допустим, вступает в брак с женщиной, у которой тоже гетерозиготна, есть вероятность, вы помните, по законам Менделя, примерно 25% развития патологии у рецессивной гомозиготы, у ребенка, который схватит оба аллеля и будет болеть. Но есть такие заболевания, в которых уже гетерозиготная форма уже приводит к неприятным последствиям. Наверняка в школе вы слышали, что есть болезнь, которая называется серповидно-клеточная анемия. Это тоже моногенное заболевание, и оно появилось эволюционно в Африке, и там эта мутация сохранилась, потому что эта мутация оказывается, может оказывать некий положительный эффект для людей, которые ей обладают. Ну, в общем и целом, гемоглобин – это главный транспортный белок газов в нашей крови, и гемоглобин, вы знаете, он переносит кислород, углекислый газ в кровеносных сосудах, и в норме гемоглобин тащит четыре молекулы кислорода, он называется оксигемоглобин. Оказывается, что некая наследственная мутация, аутосомная, не с половыми хромосомами связана, может привести к тому, что в белке, помните, я рисовал по основной догме биология, мутация в гене приводит к видоизмененному белку, происходит замена одной из аминокислот. К чему же это приводит? Давайте представим, что сам по себе гемоглобин, он содержит четыре гема, это будут цветочки. Почему цветочки? Ну, структура гема похожа немножечко на тетропирол, это четыре пирольных кольца, а в середине – железом. Основная идея, что именно этот железосодержащий белок прекрасно за счет связывания с железом переносит кислород. И некие белковые цепи, гемоглобин, глобулярные цепи белка, они могут мутировать. Ну, с самим гемом понятно, есть различные заболевания, если интересно, потом расскажу, как связаны заболевания с нарушением синтеза гема. Но, оказывается, наследственные заболевания, связанные с нарушением работы белков гемоглобина, могут сделать из него некий такой букетик из цветочков. Основная идея, что в его структуре добавляется дополнительная гидрофобная связь, которая склеивает между собой белковые цепи. Это приводит к тому, что функция гемоглобина сильно изменяется. Он плохо переносит кислород, и, более того, эритроциты с таким кислородом становятся в виде серпа, серповидной формы, и они, перенося плохо кислород, возникает синдром анемии. Но в чём же плюс такого заболевания, кажется? Ну, как так? Человек болеет, у него анемия, плохо переносит кислород. Оказывается, в Африке малярийный плазмодий, который поражает, в том числе и эритроциты, переносится с укусом малярийного комара, он не может проникнуть в такие повреждённые эритроциты, и такие пациенты, которые страдают от анемии, не болеют малярией. Таким образом, природа отобрала эту мутацию, как в данном регионе, положительную, несмотря на все её плохие эффекты. И в связи с этим хочется перейти к тому, что действительно различные наследственные, различные национальные перестройки в геноме, они чаще всего случаются не случайно. Поэтому знание нуклеотидных последовательностей и планирование того, каким образом они могут измениться, зная, какие нуклеотиды к чему приводят из совокупности, совмещая все эти эффекты воедино, можно предсказать с одной стороны или разработать с другой стороны оптимальную терапию для конкретного пациента, для лечения того или иного недуга. Пренатальная диагностика сейчас приобретает всё больше и больше развития, потому что многие семейные пары хотят уже на этапе планирования семьи предсказать, какие же возможные наследственные заболевания могут произойти, могут проявиться, извиняюсь, у моего ребёнка. И сейчас семейные пары начинают приходить в Центры акушерства и гинекологии, в частности, у нас рядом с Институтом Кулакова есть, и они пытаются распознать, какова вероятность рождения ребёнка с патологией. Какова вероятность? Ну, у нас в Институте сейчас работает такой интересный проект, немножечко отвлекусь, что, оказывается, можно сделать, испытывая и используя нынешние технологии, некие такие значки, которые мы хотим, которые мы хотим желающих в нашем исследовании студентов снабдить, которые будут в QR-коде записаны некие генетические полиморфизмы. То есть основная идея, что мы берём несколько общеизвестных мутаций, генотипируем всю выборку пациентов, которые, соответственно, сдают нам букальный соскоб ДНК, мы генотипируем по этим болезням и заносим его полиморфизмы, его аллельные вариации в этот его индивидуальный штрих-код. Далее мы разрабатываем программу, которая умеет считывать этот штрих-код. И основная идея в том, что человек может, что называется, в поиске, я не знаю, своей судьбы попытаться ещё и с точки зрения генетической диагностики узнать, а совпадают ли его аллельные вариации по данным генам с его будущей пассией или молодым человеком. Поэтому это такой хайповый элемент использования основ генетики молекулярной биологии в том, чтобы попробовать популяризировать знания в молекулярной генетике и, что называется, достроиться на новый лад персонализированного подхода в молекулярной биологии. Ну, это такое исследование, оно у нас ещё идёт, мы генотипируем пока студентов, но пока ещё мы не разработали до конца эту программу, если интересно будет, потом расскажу. Итак, пренатальная диагностика, ну, в нашей лаборатории мы занимались в своё время таким элементом необязательных исследований, которые не связаны с какими-то патологиями или с лечением какой-то болезни, которая уносит тысячи жизней. Например, в частности, мы разработали в своё время некие маркёры раннего определения пола. основная идея в пренатальной диагностике была в том, что, оказывается, с определённого срока развития в крови матери начинает циркулировать кровь плода. И до того, как человек делает УЗИ, если у него прям там горит, ему хочется узнать мальчик у меня или девочка, молекулярная биология тоже может помочь в этом определении. Оказывается, если в кровь матери добавить некие маркёры на Y-хромосому, то они могут комплементарно связаться с кусками Y-хромосомы плода, и если мальчик, то, соответственно, мы дадим положительный результат совсем на ранних сроках, как только кровь ребёнка попала в кровоток матери, мы определим, что у нашего пациента мальчик. Ну, или если не сработает, то, видимо, не мальчик. Хорошо. Это элемент пренатальной диагностики. Ещё важный момент, чтобы избежать с точки зрения врачебной этики и прочего, например, предупредить на раннем этапе, что у развивающегося ребёнка на раннем этапе может быть с высокой степенью вероятности 99% синдром Дауна, вы знаете, что это трисомия по 21-й хромосоме, которая приводит к серьёзным последствиям. Важно информировать беременную девушку о том, что у неё есть такие показатели у ребёнка. Поэтому это сейчас уже включается в обязательный тест пренатальной диагностики исследования многих общеизвестных наследственных заболеваний. Они называются геномные, когда изменяется количество хромосом. Они бывают трисомии лишние хромосомы, простите, моносомии недостаток и так далее. Ну, время течёт, время становится меньше. Здесь информация о той самой фитальной ДНК, которую мы исследовали. Уже с пятой недели беременности, это действительно гораздо раньше, чем показывает УЗИ, мы можем определить соответственно концентрацию этой фитальной ДНК и добавив определённые маркёры с высокой степенью вероятности, но не стопроцентной пока ещё. Мы можем определить плод ребёнка, когда ещё другие методы диагностики с этим справиться не могут. Если брать неинвазивную пренатальную диагностику, тут разобраны различные тоже моменты, которые мы можем у плода определить. Ну, вы, наверное, слышали ещё из школы, что есть такой элемент, как резус-конфликт. Это неприятное последствие, когда специфические белки на мембране эритроцитов могут привести к тому, что резус-фактор не совпадёт. Что это значит? Ну, это значит, что положительный резус-фактор говорит нам о том, что на мембране эритроцита есть этот белок, РЭЙЧ-белок резус-фактора отрицательный, его нет. И как только у резус-отрицательной матери из-за того, что отец резус-положительный появляется у ребёнка резус-положительный фактор, то иммунная система матери может начать бороться с чужеродным для неё белком. И это может привести к выкидушу, естественно. Поэтому важно на ранних этапах развития определить, есть ли этот резус-положительный белок на мембране эритроцитов у плода или нет. И в определённый момент его развития, чтобы избежать неприятных последствий от иммунитета матери, произвести иммуносупрессию и помочь ребёнку всё-таки родиться здоровым, несмотря на то, что он содержит некий чужеродный белок, который может восприняться иммунной системой матери как болезнь. Ну и заканчивая вот эту вот часть лекции, которая посвящена общим элементам генодиагностики наследственных заболеваний и определения нуклеотидных последствий и значения мутаций, я перейду к конкретным примерам, как это работает в различных уровнях научных работ. Поскольку, опять-таки, повторюсь, общий уровень ваших, ваш интерес понятия на мотивацию, но уровень ваших знаний мне пока неизвестен, только на экзамене я обычно узнаю об этом, то сейчас я сделаю некую градацию от работ, которые мы делаем с детьми в Сириусе, это такой научный центр федеральный, где мы с детьми каждый год делаем проекты, связанные в том числе персонализированной медициной, это такие проекты уровня ранга учебных исследований, затем мы перейдем с вами на серьезные исследования, связанные с выявлением предрасположенности к болезням, это уже аспирантская работа, а затем еще один важный момент, связанный с работой целого огромного коллектива, где главной целью является именно избегать побочных эффектов работы разных лекарственных препаратов. Итак, давайте перейдем на конкретные примеры, где мы обсудим с вами, какие именно конкретные научные задачи можно решать, а компьютер решил перезагрузиться. Ну, пока он перезагружается, я расскажу, что первая конкретная научная работа с детьми, которую мы не так давно делали в этом самом Сириусе, где приезжают талантливые дети со всей стороны, она посвящена как раз артериальной гипертензии или артериальной гипертонии. Основная идея в том, что по тем или иным причинам у человека возникает повышенное артериальное давление. Если вы более-менее помните строение сердечно-сосудистой системы, помните, что у нас есть такое систолическое верхнее, диастолическое нижнее давление, и есть разные факторы, которые могут приводить к изменению этой величины. В частности, есть четыре важнейших фактора, которые влияют на понижение или повышение давления. Первый фактор очевиден, это, соответственно, объем крови. Понятное дело, что чем крови меньше объем, тем ниже артериальное давление, и с этим надо бороться. Соответственно, самый характерный пример, когда врач не знает, что с пациентом, а потом он обернулся, у него копье воткнуто сзади, видимо, он теряет кровь, и надо что-то сделать, чтобы давление увеличилось. Соответственно, второй важный фактор связан с состоянием миокарда в сердечной мышце, и здесь, конечно же, большое количество патологий связано с инфарктом, ишемической болезнью сердца. Все это вместе приводит к тому, что сердце, наш главный насос, кошающий кровь, не может осуществлять свою функцию нормальной, и это влияет на давление артериальное. Третий важный фактор – это состояние стенки тонуса сосудов, состояние стенки сосудов, их тонуса, и это часто приводит, например, к тому, что тонус сосудов нарушен, и сейчас один из главных неприятных симптомов, которые влияют на артериальное давление, вы, наверное, слышали, это атеросклероз, про это можно прочитать отдельную лекцию, как образуются атеросклеротические бляшки, которые влияют на изменение просвета сосудов. Ну и четвертый фактор, он связан с вязкостью крови, кровь может быть более или менее концентрированной вязкой, и очень важный фактор, который на это влияет, это, конечно же, сахар в крови, поэтому высокая концентрация сахара в крови, она, или мы называем это сахарный диабет, она может приводить к тому, что у человека повышается артериальное давление. По времени как? Еще пару минут. Итак, сейчас перезагружается пока, я, наверное, уже совсем скучно, но я попробую рассказать про второй проект, я быстро перелистаю. Он непосредственно связан с нашей совместной работой с институтом вирусологии, и там это уже не детский проект, где мы искали гипертоников и взаимосвязь с наследственными факторами, а с работой с гипертонией связана с тем, что мы реально составляли некую картину терапии для пациентов, у которых есть некий свой генетический профиль их иммунной системы, и нет, есть некий генетический профиль вируса, который их поразил. Основная идея в том, что оказывается вирусы это такие очень хитрые живые организмы, которые умеют что называется мутировать, проникая в организм хозяина. И есть вирусы, которые более успешно мутируют и уходят от контроля иммунной системы, а есть вирусы, которые менее успешно мутируют. В том самом гепатите С, есть его различные генотипы, которые осложняют течение инфекции или наоборот делают ее более простым. При этом фактор вируса не самый главный. Оказывается, каждый конкретный пациент, который инфицирован этим вирусом, может по-разному отвечать. Дело в том, что интерфероны, белки, которые борются с вирусами, которые проникают в наши организмы, могут быть в разной степени, что называется, эффективности при этой работе. И большое количество научных работ, в том числе нашей работы, которую мы делали на факультете фундаментальной медицины, она посвящена наиболее эффективной терапией. То есть перед нами пациент, у которого мы знаем его генетический профиль, мы знаем генетический профиль вируса, который его поразил, и мы должны спланировать наиболее эффективную терапию, чтобы она была менее дорогостоящая, чтобы она имела меньше побочных эффектов, и чтобы не стрелять, как говорится, по воробьям из пушки, чтобы мы знали, что вирус, например, не очень мутирует, мы знали, что интерфероны у человека, который борется с вирусом, они не имеют мутации, а значит, мы назначаем легкую терапию, которая позволит ему, что называется, избавиться от неприятных последствий. Или наоборот, к нам поступает пациент, который отягощен достаточно неприятными наследственными факторами, во-первых, а во-вторых, он отягощен тем, что он поражен злым вирусом, который очень сильно мутирует и уходит от давления иммунной системы, здесь нужна дорогостоящая долгая терапия, чтобы спасти его печень и спасти его жизнь. Но в основе всех этих элементов терапии, конечно же, изначально идут фундаментальные знания. Вначале идут фундаментальные знания. И для того, чтобы помочь нашему пациенту вылечиться, мы сначала проводим детальный скрининг его генома, детальный скрининг и изучаем тот вирус, который его инфицировал, и в перспективе делаем некую математическую модель, которая иллюстрирует наиболее эффективный подход к его лечению. Это вторая работа, которую я еще покажу, у меня уже нет времени почти. И последняя работа, которая также способствует применению знаний о персонализированной медицине и генодиагностике, это работа, связанная с неким имитацией действий лекарств, что называется ин-виво. Вы знаете, что есть два типа состояний для исследований ин-витро, это когда что-то исследуется в лаборатории, берутся анализы вне живого организма, и все методы, примененные там, они работают, возможно, но оказывается самое сложное это применить метод, который работает в пробирке в живой организм. И ин-виво перенести действие того или иного лекарства очень сложно. Нужно пройти много этапов, как это называется, доклинической подготовки. Чтобы, например, изобрести какую-то таблетку, которая подавляет какой-то эффект, нужно детально узнать, как эта таблетка влияет на другие органы и какая дозировка данной таблетки может быть лекарством, а какая может быть ядом. Поэтому третье направление целой научной лаборатории, где мы занимались лекарствами различными и действиями веществ, оно исследует именно побочные действия лекарств. Так, все появилось, спасибо. Может, презентация в принципе и не самая нужная вещь, спасибо большое. Так вот, конкретные примеры, это как это работает. Ну, давайте начнем с детской работы, которая была сделана нами совсем недавно с детишками в Сириусе. Мы исследовали факторы предрасположенности к наследственной гипертензии, к ее развитию, исследовали различные гены, считали различные частоты встречаемости аллелей. Ну, сам процесс познания интересен, интересно именно то, когда ты понимаешь взаимосвязь патологии какой-то с ее проявлением, потому что если заболевание моногенное, как я сегодня рассказывал, все понятно, сломался фермент, плохо, а если много ферментов и если есть различные вариации, можно сделать некую сопоставляющую модель, как это работает, и, ну, исходя из того, что наше исследование было учебным, у нас не было гипертоников, хорошо там, все люди, у кого мы отбирали ДНК, вроде бы как не страдали гипертонией, мы просто подтвердили популяционную выборку встречаемости в нашей популяции. Ну, все были довольны, взаимосвязь подтвердилась, гипертоников не нашли, классно, но наука такая, что называется, на уровне исследований. здесь в постгеномной эре, здесь я, наверное, хотел в конце этот слайд ставить, давайте пока я расскажу про тот самый гепатит С, что у него есть всякие семь генотипов, помните, я говорил, простые, для лечения сложные, и есть различные группы, которые мы поделили, которые говорят плохо, кто-то хорошо отвечает на действия вируса, мы взяли конкретные гены, которые говорят о том, что воспаление развивается, сосуд лучше, хуже сужается, все это такие данные, которые в общем и целом подтверждаются исследованиями ученых, но нам важно было создать некую модель, которая поможет избежать неэффективной терапии, поможет вылечить. Ну, вот эти все буковки G, A, C, C и так далее, это те самые нуклеотиды, о которых я начинал говорить в начале лекции, это одноклеотидные полиморфизмы, которые отвечают за ту или иную, той или иной уровень продукции дефектного или недефектного белка. В общем и целом, мы смогли в конце исследования разработать совместно с математиками некую систему баллов, то есть приходящий к нам пациент с одной стороны оценивается со стороны вируса, с другой стороны со стороны пациента, и мы смотрим, поделив на группы этих пациентов, у кого хуже, у кого лучше развивается ответ на лечение, и наше исследование подтверждает, что собственно баллы показывают высшее количество баллов, это высокий уровень развития цирроза или фиброза из-за плохой наследственности или из-за тяжелого для иммунной системы генотипа вируса. Ну и последнее, о чем я расскажу, время уже много, это то самое исследование по тому, как мы пытались восстановить работу живой системы с добавлением лекарств, есть такие биореакторы, это такая коробочка, в которой течет некая питательная среда, которая имитирует движение крови, и эта питательная среда, она омывает различные типы клеток, которые мы туда произвольным образом выбираем, ну например, мы выбираем клетки кишечника, выбираем клетки печени или клетки нервной системы, и добавляя в эту текущую среду какие-то модельные вещества, которые могут действовать и давать побочные эффекты, мы смотрим, как изменилась активность клеток печени, нервной системы, кишечника, и как бы воссоздавать возможные неприятные последствия действия лекарства. У всех этих методов есть свои огромные протоколы, которые работают куча людей, кто-то высаживает клетки, кто-то ставит полимеразные цепные реакции, считывает последовательность нуклеотидов. Но в общем и целом все это является очень применимым сейчас проявлением персонифицированной медицины. Основная идея в том, что мы не только пытаемся прогнозировать эффективность терапии, мы не только пытаемся прогнозировать развитие патологии у будущего ребенка, мы в том числе можем при помощи неких методов определить, насколько та или иная таблетка для конкретного пациента может ему навредить или его вылечить, исходя из того, как она подействует на печень, на мозг или на клетки какие. Мы можем подсадить все, что угодно. Главное, что попробовать адаптировать условия инвитро, где все в пробирке к условиям пациента инвива. И в этом нам помогают такие приборы, как биореакторы. Пока их эффективность не максимальна, не стопроцентна, никто не отменял, что лабораторные животные, наверное, это самое эффективное. Но этические комитеты, это тоже важный аспект научной деятельности, они не всегда разрешают на разных этапах исследования внедрять те или иные медикаменты на этапе исследования животных. Ну, наверное, это основное, что я хотел вам сегодня рассказать. Надеюсь, было более-менее понятно и жду ваших вопросов. Да, давайте поблагодарим. Очень классная лекция. Под конец даже компьютер немного не выдержал. Если у вас есть вопрос, поднимайте руки и я передам вам микрофон. Ну же, вопросы. Ну, хотя бы один. Тут есть два варианта. Либо все понятно, либо все непонятно. Добрый день, спасибо еще раз большое за лекцию, очень интересно. Вот у меня вопрос, можно ли с точки зрения фармакогенетики повернуть шиворот на выворот, можно так сказать. То есть у нас есть ген, есть лекарство. Лекарство как-то взаимодействует с этим геном, точнее, с белком. И есть какой-то другой ген, который дает побочную реакцию. Можно ли в данном случае использовать вот эту реакцию для того, чтобы что-то больше узнать о лекарственном средстве, как оно взаимодействует с другими веществами, либо какое-то другое лекарственное средство, которое имеет схожую структуру, как оно будет действовать в таком системе. Спасибо. Естественно, эти элементы, они присутствуют именно в клинических испытаниях, подготовке различных препаратов. И не знаю, слышали вы или нет, что вот в частности некоторые лекарства, основное действующее вещество, которых направлено на один процесс, дают некую побочку, о которых не подозреваешь. Так, например, в свое время был открыт эффект Виагры. Слышали, да, что изначально этот препарат, он совершенно не для этого был, но оказывается, вот это приводило к таким последствиям, и врачи после этого озолотились, соответственно. Поэтому, естественно, комплексный подход на то, как конкретное активное действующее вещество влияет не только на процесс, на который мы хотим воздействовать, но и побочные эффекты на другие системы органов, это, наверное, самая главная основа, соответственно, доклинических исследований и индивидуальных особенностей организма. поэтому, во-первых, в ходе этих исследований мы подбираем оптимальную дозировку, а во-вторых, пытаемся составить некий список, вы знаете, выпиваете обезболивающее, а там типа побочные действия, тошнота, слепота, смерть и так далее. То есть, идея в том, что у разных пациентов то или иное лекарство ввиду наследственных патологий может побочкой вызывать более серьезные последствия, чем тот недуг, от которого оно лечит. Я задам вопрос. Мы сейчас готовим вместе с одной премией, которую раньше времени не буду рекламировать. Это в области научной фантастики. Собственно, цикл мероприятий. И, то есть, мы достаточно много сейчас тратим время как раз на то, чтобы, так сказать, придумать, как дальше, точнее, придумать концепт того, как дальше будет развиваться наука в тех или иных областях. То есть, касается биотехнологий или, касается нейрофизиологии и так далее. Как, на ваш взгляд, данное направление медицины могло бы развиваться в дальнейшем? То есть, если допустить такой sci-fi в нашу сегодняшнюю лекцию, то есть, как, на ваш взгляд, условно, это могло быть через 20 или 50 лет? Как бы это могло выглядеть? Здесь, наверное, спасибо за вопрос. Здесь, наверное, планирование будет похоже на new высеки, перед нами огромные перспективы в том плане, что, как я показывал на одной из диаграмм, начиная с 70-х годов, когда все только это начинало работать, сейчас уже уровень развития именно детекции и предикторных моментов, предсказания, он, что называется, находится на уровне космоса относительно начала. И дальнейшие прогнозы с этими приборами, с этими технологиями, с этими знаниями мы начинаем уже не с чистого места, мы начинаем не с фундамента, а с 25-го этажа. Мы можем действительно, действительно, если ничего плохого такого не случится в мире науки, если все это не признают чем-то геретическим, типа того, да, спасибо, что-то юридическое какое-то. Это, конечно же, дальше будет развиваться быстрее, учитывая то количество лабораторий, конференций, институтов, которые специализированно начинают заниматься конкретными проблемами. Если раньше геномом занимался несколько институтов, то сейчас конкретным участком конкретных хромосомов могут заниматься целые лаборатории. А это, естественно, в перспективе даст нам детальное изучение всех последствий. единственный момент, который может этому сильно повредить, это плагиат. Плагиат и выдача неких результатов ложных за действительные. Наверное, самое важное в жизни ученого, любого, это в том плане честность и в его экспериментах, в его результатах. Потому что главное, что твои коллеги должны в твоей статье или исследовании подчеркнуть, это воспроизводимость твоих экспериментов. То есть если твои эксперименты воспроизводимы, то любой человек в любой части земного шара может поставить то же самое и со своим подходом. У некоторых людей бывает достаточно ограничен подход к проблеме, поскольку взгляд замылился. Если все это воспроизводимо, то это будет гораздо более развито, потому что человек из Австралии или из Сингапура сможет воспроизвести твои эксперименты и открыть что-то, что до чего ты не успел дойти. Поэтому перспективы самые радужные, учитывая, что сейчас активно развивается приборная база. И, наверное, скажу еще один момент. Есть еще время? Один момент о том, что сейчас высокая потребность как раз наблюдается в высококвалифицированных, фундаментально подкованных исследователях, врачах. Поскольку я в свое время работал на факультете фундаментальной медицины, сейчас работаю я в клиницистическом медиа во втором, и есть некая пропасть пока еще между высокими технологиями, приборами и лабораториями, которые нужны для того, чтобы максимально эффективно поставить диагноз, прогнозировать лечение и так далее, и между врачами старой школы или людьми, которые не шибко хотят разбираться в физике, химии, молекулярной биологии, и что получается прибор стоит, возможности есть, а специалистов нет. И, наверное, одно из самых востребованных сейчас направлений это именно врачи, исследователи, генетики, энзимологи и так далее, которые смогут, основываясь на своих фундаментальных знаниях всего этого, и медицины помочь использовать приборы максимально эффективны. То есть вот это важный момент, который, наверное, определяющим в том, чтобы это работало, именно работало. Вот пока у нас с этим есть некие проблемы, но я надеюсь, пройдет 10 лет и все станет прямо. Так, еще вопрос. Еще раз спасибо вам большое за лекцию. У меня вот такое недоумение. Несколько лет назад очень активно обсуждался вопрос лечения индивидуальных заболеваний с помощью стволовых клеток. Сейчас как-то тишь гладь. Эта тема вообще заглохла или это как-то с чем-то связано? Спасибо за вопрос. Стволовые клетки это вообще в свое время была очень модная хайповая тема. У нас даже в факультете фундаментальной медицины открылся институт регенеративной медицины. Мы использовали стромальные, мезонхимальные, полиуропатентные стволовые клетки. Но основная идея в том, что на каждую, как вы знаете, доброе начинание всегда могут найтись присоседевшиеся какие-то мошенники или люди, которые около этого функционируют, работают. Проблема вся в том, что как только узнали чудесные прекрасные свойства стволовых клеток, о том, что они могут помогать дифференцироваться во все другие типы тканей, кто-то написал какие-то статьи, что они могут умолаживать, лечить рак и так далее. Всегда находятся люди, которые стоят около операции и могут эти стволовые клетки у пациентов изымать. И проблема вся в том, что если это операция про резекции удаления жира, ничего страшного. но было установлено, что наиболее эффективные дифференцировки это эмбриональные стволовые клетки. И нет ничего лакомее, чем кусочек дифференцирующихся молодых стволовых клеток от эмбриона развивающегося, и чтобы их втридорого продавать тем, кто хочет помолодеть, вылечиться и так далее. Проблема вся в том, что мы столкнулись с тем, что во многих медицинских учреждениях начали ложно, случайно или специально ложно диагностировать невынашиваемость, беременность и прочее, чтобы использовать абортивный материал для получения стволовых клеток. К сожалению, такое бывает, и разговор на этом не утих, они все еще очень функциональны, они являются частью медицины будущего, когда мы сможем выращивать целые органы на основе стволовых клеток. Но основная идея в том, что стали с этим поосторожнее, потому что где-то там на Украине продавали капсулы и делали инъекции стволовых клеток непонятно, чем больных людей и так далее. То есть со всем этим надо быть очень аккуратно, это не до конца исследовано, это находится на стадии изучения, и вот такой терапевтический эффект, который в свое время ахнул на всю планету, он произвел негативные последствия, и сейчас как-то с этим стало поспокойнее. Все их действия никто еще не отрицает, но вот в этом плане затишья, мы надеемся, что со временем полностью проверенная цепь клеточных преобразований, которая будет в виде готовых лекарств и будет лечить, избавит нас от шарлатанов и мошенников, которые будут, что называется, на этом делать деньги и вредить людям. вы практически ответили сюжетом Южного парка, где Картман пристрастился к бизнесу на стволовых клетках. Есть ли еще вопросы? Я присоединюсь к людям, кто уже говорил вам спасибо за лекцию, действительно, очень интересно. Вопрос у меня немножко, наверное, нестандартный будет, но все-таки связан с этим. Вы в начале лекции сказали про аллергию, и, как я понял, это невозможность расщепления определенных белков, так как есть какой-то сбой в генетике организма, если так совсем поверхностно. Ну, грубо говоря, модельно, да. Вопрос заключается в следующем. Где-то ходила информация, что при определенном глубоком гипнозе пациенты могут не реагировать на вещества, вызывающие аллергическую реакцию. И вопрос, соответственно, в следующем. Возможно ли это действительно в реальности, и, может быть, это как-то связано с выделением определенных гормонов в мозгу при нахождении в нестандартных ситуациях работы сознания. Более подробно. Хорошо, спасибо большое. Ну, я, наверное, не смогу стопроцентно точно ответить на ваш вопрос, но в общем и целом, ну, вы, наверное, слышали, что очень активно работает такой эффект плацебо у людей, которые могут, грубо говоря, внушить себе что-то и, употребляя какую-то таблетку-пустышку, она будет как-то работать. Химический процесс. Химический процесс. Абсолютно верно. Есть специальные иммуноглобулины, которые определяют аллергическое воздействие. Есть вещество гистамин, которое тоже является, помните, что оно действует против аллергенов. Но основная идея в том, что вот именно гипнотическое внушение, наверное, направлено на деятельность нервной системы. И нервная система, она может контролировать, допустим, наше возбужденное, заторможенное состояние, может реагировать действительно на выделение тех или иных гормонов, поскольку гипоталамус, он влияет на гипофиз, и там выделяются тиреотропные и разные гормоны. Идея в том, что, возможно, гипноз может создать некий гормональный фон, в котором вещество, вызывающее аллергию, вызывающее аллергию, оно может утратить, что скажем так, взаимосвязь с воспринимающим этот аллерген рецепторами и клетками. То есть гормоны, в принципе, они могут наш гомеостаз в ту или иную сторону раскачивать. И, наверное, здесь, не точно отвечая на ваш вопрос, я предположу, что это возможно, но для этого очень важно опять-таки не хлебнуть чего-то параллельно. Помните, я говорил, что любые гормональные сбои, любые серьезные гормональные инъекции, еще что-то, они действуют не конкретно точно на один орган. Они чаще всего действуют на целую систему. Я не говорил о приеме каких-то веществ. Я говорил именно гипнотические вещества. Без приема веществ. изменение гормонального баланса как противоположность к косметическому реакции. Ну, наверное, зависит... Угу. То есть изменять контролируя состояние сознания и гормональной баланса можно наоборот бороться? Возможно. В зависимости от того, какие гормональные эффекты гипноз в нашем организме достанет, выявит. Мы можем как бы попытаться сбороться с этим, но как бы первоначально я думаю, что это является снятие скорее симптоматики, но не избавление от первой причины. Поэтому здесь, видимо, медицина будущего должна как-то помочь восприимчивым к аллергенам клеткам, рецепторам, потерять эту восприимчивость и не на уровне снятия симптомов, а на уровне системного отсутствия взаимосвязи излечиться от этой неприятной аллергии. Пожалуйста. Еще вопросы? Если нет, то давайте поблагодарим... Есть один? Еще вопрос? Подождите, я подойду к вам с микрофоном. Просто нас смотрят в трансляции, поэтому чтобы слышали. Я вам тоже очень благодарна за лекцию, очень интересно и эрудирно видно, что вы специалист в этой области, имеете большой опыт работы. Скажите, пожалуйста, сейчас очень распространено для молодежи генетические исследования для того, чтобы рождались здоровые дети, чтобы у них не было генетических заболеваний, но меня вот тоже как мать, которая имеет взрослых детей, вот этот вопрос тоже очень волнует. И я хотела бы у вас спросить, так сказать, в результате вашей исследовательской работы уже накопились какие-то данные, которые позволяют определять факторы, которые, так сказать, способствуют возникновению генетических заболеваний, факторы, которые позволяют, так сказать, изменять вот эти условия и лечить эти генетические какие-то заболевания или проводить какую-то профилактику вот этих вещей, потому что вот наша городская жизнь, Москва, вообще, это такая, так сказать, атмосфера здесь и достаточно такая для того, чтобы дети рождались нездоровыми. И что, мне кажется, тут много факторов, которые провоцируют возникновение различных заболеваний. Вот, как с точки зрения генетики вы можете как бы посоветовать молодым людям, как они должны себя вести и, чтобы, так сказать, их потомство было более здорово, если это возможно, конечно. Спасибо большое за вопрос. Достаточно животрепещущая тема, не в первый раз подобные вопросы поднимаются. и, наверное, первым фактором, который определяющий является в прогнозировании, это является отягощенная наследственность. То есть, мы изначально смотрим в генеалогическое древо и смотрим, насколько чиста встречаемость того или иного аллеля и насколько эта патология в роду часто была. Это первое. Второе, конечно же, как вы правильно сказали, это факторы внешней среды. они могут приводить к тому, что в результате деления клеток есть различные вещества, которые являются мутагенами, они бывают в своей природе химической, физической, биологической. В той или иной мере они могут повреждать нормальные последовательности ДНК во время метозов, деления клеток. И, естественно, при общих прочих, если ты живешь рядом с заводом химической промышленности или у тебя рядом скрипящая, гудящая атомная станция, то, наверное, риск гораздо выше того, что ДНК и нуклеотиды могут повредиться. Но, в общем и целом, достоверно исследований, которые говорят о том, что вот есть экологическая обстановка и в ней стабильные, стандартные рождаются дети с определенной патологией, об этом сказать нельзя. В том плане, что внешние факторы они определяют, конечно, не влияют на ДНК, на метилирование и прочие эпигенетические факторы. Но, по большому счету, наверное, все-таки первопричиной является это либо отягощенная наследственность, либо какой-то совсем очень мощный внешний фактор ввиду альфа-бета-излучений или каких-то химикатов, которые могут сильно здесь и сейчас повлиять на формирование половых клеток. Они будут обретать мутации и в следующем поколении цепанут что-то там неприятное и с последствиями. В завершении ответа на ваш вопрос, наверное, хотелось бы сказать, что, наверное, в этом плане главный элемент профилактики, о котором вы спрашивали, это является генетический скрининг первоначально. предупрежден значит защищен. В этом плане те элементы, которые я погрузил в свою лекцию, это диагностика моногенных, мультифакторных заболеваний, полногеномное секвенирование, они дадут молодым людям, девушкам некую информацию о том, в каком состоянии находятся определенные аллели у них. И отвечая на ваш вопрос, как, что у них планируют семью и что делать, вот это как раз элемент пренатальной диагностики, можно, что называется, сделать скрининг у девушки, у молодого человека и подсчитать вероятность развития. И в течение всей беременности делать скрининг того, насколько развиваются какие-то патологии. Это, наверное, элемент такой, что исключить, естественно, уехать от атомной станции, перестать жить у химического завода, поехать на природу, но это тоже не исключает. Если есть отягощенная наследственность и на природе может развиться что-то неприятное и потом винить в этом горный воздух не стоит. Подождите, пожалуйста, если у вас продолжение, то, ну, вообще... Скажите, а вы можете уже вызывать сами генетические изменения? Вот, например, к вам пришли люди, и у них какие-то генетические нарушения. Вы можете уже пытаться что-то изменить? Ну, сейчас конкретно в мире уже есть методики генотерапии, которые редактируют геном. Может быть, кто-то из присутствов услышал, что есть такой CRISPR-Cas метод редактирования генома, и даже где-то там в Китае, по-моему, уже сделали двух девочек, которые с устойчивостью к ВИЧ, к вирусу иммунодефицита человека. Но это находится на том уровне сейчас, когда я говорил о огромных перспективах развития, что самый главный барьер, и, наверное, он действительно важный, это этика проведения эксперимента. Даже в работе с детьми, когда мы работаем на уровне учебных экспериментов, когда мы работаем с ДНК человека, очень важно соблюдать все этические моменты. В том плане, что каждый пациент, каждый человек, который участвует в исследовании, должен быть полностью информирован о том, что будет делать с его ДНК, какая будет судьба у этой ДНК и так далее. В том числе и исследования касательно генотерапии, они должны быть этически соблюдены на всех этапах. Поэтому в европейской, в американской науке эти шаги достаточно сильно заторможены, потому что на любой достаточно серьезный эксперимент с эмбрионами, с клетками, с ДНК человека нужно согласие этического комитета. И только в основном в странах типа Китая, где можно практически все, там у них наблюдаются огромные прорывы, где они сразу же ин виво помещают свои модели и могут сравнивать, работает, не работает. Поэтому сейчас конкретно все это на уровне работы над животными лабораторными и клетками, а вот чтобы перейти на человека нужно еще какое-то количество лет уж точно, по крайней мере у нас. АПЛОДИСМЕНТЫ